Валерий Рябых с нами на связи, военный эксперт. Валерий, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. Ну что ж, вот знаете, практически с первых дней полномасштабного вторжения на территорию Украины у меня всегда возникал вопрос, и я провожу параллели между теми войнами, которые уже вела Российская Федерация. Тактика, как по мне, у них одинаковая. Не качеством, а количеством. Вот вы фиксируете сейчас ту же самую тактику и на территории Украины, в свою очередь на фронте Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области? Ну, есть, конечно же, определенная преемственность, и эта преемственность заключается прежде всего в неправильном планировании, которая идет от желаемых результатов. И как и в советское время, в теперешней Российской Федерации, вот этот желаемый результат все-таки является оправданием для проведения тех или иных операций. Это очень контрастирует с теми подходами, которые вот сейчас есть в странах НАТО и которые исповедует Украина. Прежде всего, это, конечно же, от возможностей и от возможных потерь в личном составе. При этом вот западная армия Украина делает ставку на минимизацию людских потерь и на то, чтобы выиграть те или иные сражения за счет технологического преимущества или обмана противника. Ну, с другой стороны, мы видим, что Россия продолжает советское наследие, и это очень показательно в отношении прежде всего к людям. И здесь не считаются ни с чем, бросая вот в жернова войны все новые и новые порции слабо подготовленного личного состава. Это очень и очень, скажем, коррелирует с тем, что мы видели во время Второй мировой войны. Вот можно просто даже привести такие цифры, что до сих пор на полях сражений, которые были во Второй мировой войне, не установлены места гибели пяти миллионов советских солдат, и они числятся пропавшими без вести. И вот это как раз факт является показательным и для сегодняшнего отношения российского руководства к своим военнослужащим. Но, в свою очередь, скажите, пожалуйста, мы видим, что Путин постоянно пытается, возможно, даже не Путин, а те люди, которые отвечают за так называемую СВО, они постоянно пытаются надавить, постоянно пытаются где-то наступать. Видим очень много и видеоподтверждений, когда же на том же Бахмутском направлении россияне несут колоссальные потери. Да, сейчас видим ситуацию в Солидаре, но тоже идет речь о тысячах погибших солдат российских, просто которых кидают на убой. Вот скажите, в данном случае Путин сам, он понимает и знает, ему докладывают о реальных потерях. А я напомню, по информации Генштаба, это более 120 тысяч российских военных. Это только представить, это более чем, я не знаю, по-моему, больше, чем стадион может в себя вместить людей. Я думаю, что все-таки он может быть знаком с этими цифрами, но эта статистика, видимо, не влияет никак на принятие решения, потому что вот если сейчас обращаться к тем заявлениям Российской Федерации, к желанию продолжать вот эту так называемую специальную операцию, которая уже давно не показывает какого-то успеха, и все уже понимают бесперспективность ее продолжения. Но вот этот молох войны, он продолжает работать, и российское руководство использует тот один вот практически нелимитированный ресурс, это людской ресурс, а нелимитирован он именно отсутствием гражданского общества в этой стране, и вот практически таким вот беспределом в отношении к его использованию. Потому что реально, вот если говорить о тех цифрах, которые мы знаем, о проведенной частичной мобилизации, то можно сказать, что из 300 мобилизованных 150 уже находятся на полях сражения, или 150 тысяч тем или иным способом побывали на полях сражения, и они, скажем, часть из них уже покинула разными путями эти поля, либо отдав свои жизни, либо попал в плен, либо дезертировал. Ну, в любом случае из этой цифры остается не так уж и много. И 150 тысяч где-то еще готовятся к этим предстоящим испытаниям, которые им уготовили в Кремле. И это все на фоне технологического отставания, на фоне просто увеличивающихся потерь. Ну, вот сейчас можно даже просто обратиться к простой статистике. И если посмотреть динамику за прошедшее время в потерях, то нужно отметить, что в начале вот этой так называемой специальной операции в марте месяце потери составляли российских оккупантов где-то около 4 тысяч. И постепенно увеличивались по мере, скажем, наращивания потенциала вооруженных сил Украины и проведения операций по изгнанию противника на север нашей страны. И уже к маю месяце потери противника достигли где-то 7 тысяч. Потом ситуация стабилизировалась для противника, потери где-то были в летние месяцы порядка 5 тысяч. И потом, начиная с августа, потери начали возрастать. И кратно они возросли с объявлением вот этой так называемой частичной мобилизации. А это означало, что те неподготовленные, мобилизированные попали в боевую обстановку и просто погибли, некоторые даже не поняв, куда они попались и не сделав ни одного выстрела. И вот начиная с сентября, когда потери достигли более чем 11 тысяч, эти потери начали расти и составили рекордные уже в ноябре-декабре 17 тысяч. А если сейчас, вот говорит даже о предварительных результатах января, то он в очередной стал раз рекордным по потерям российских оккупантов. И эти потери где-то сейчас составляют по личному составу в районе 22 тысяч. Это показывает, что все усилия, которые предпринимает российское оккупационное командование по решению вот этих так называемых задач специальной операции, они ведут только лишь к кратному увеличению потерь личного состава. И вот это прежде всего нужно понять российскому обществу. В свою очередь я не просто так задал именно этот темп, именно эту тему касательно колоссальных боевых потерь, в том числе и личного состава, и военной техники. И даже несмотря на это, Путин все равно хочет еще раз попробовать наступление полномасштабное на территории Украины. В свою очередь и в СНБО, Совете национальной безопасности и обороны Украины, назвали возможную дату повторного наступления. Это опять же 24 февраля уже 2023 года. Об этом сказал Алексей Данилов, секретарь СНБО. Он также сказал, что разведывают оборонительные возможности украинских защитников на запорожском направлении. Также секретарь отметил, что прежде всего у захватчиков есть задача по Донецкой и Луганской областям полностью выйти на административные границы. Услышим прямую речь и продолжим. Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из Совка. И они считают, что годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать. Алексей Данилов, секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны. В свою очередь, вы сейчас насколько оцениваете, соединяя все информации касательно от международных разведок, от аналитиков Американского института изучения войны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Украинская разведка, насколько, по вашему мнению, вероятно повторное наступление на территорию Украины, либо же это все может быть информационные вкиды со стороны Российской Федерации, информационные вкиды касательно психологического тоже, я не знаю, обострения, психологического устрашения со стороны России. Ну, прежде всего, мне кажется, что вот все эти заявления о возможном повторном наступлении, они являются свидетельством паники в Кремле на фоне откровенного невозможности решить те военные задачи, которые есть. Мы уже видели неоднократно, как трансформировались эти задачи специальной, так называемой, специальной операции. И нужно сказать, что вот на этот момент есть две основные задачи, которые должны выполнить российские оккупационные войска. Прежде всего, вот как отмечает секретарь Совета национальной безопасности Украины, активизироваться к вот этой дате, 24 февраля, потому что нужно показать результат, а результатом должно быть, по мнению военных стратегов в Кремле, это полная оккупация Донецкой и Луганской области вот с выходом на административные границы этих областей. Вторая задача – это максимально возможное удержание временно захваченных территорий Украины, вот прежде всего на юге, это Донецкой и Херсонской областях, и обеспечение вот таким образом переговорных позиций. Ну, кроме того, диктатору 24 февраля нужно выходить с каким-то обращением к своему народу, потому что все помнят его обращение год назад, и когда сказал один раз, то нужно что-то потом говорить в оправдании вот этих принятых решений. И, видимо, конечно же, сейчас в Кремле хотят обеспечить вот хотя бы какие-то информационные поводы для того, чтобы вот это послание могло быть хотя бы формально с какой-то точки зрения рассматриваться как некий успех российского военного политического руководства. Ну и, конечно же, мы видим все усиливающиеся вот эти вот страшилки, в том числе и западных источников информации на фоне принятых нашими партнерами решений о передаче Украине тяжелых вооружений. И, конечно же, в Кремле возникает паника, что вот таким образом их стратегия на затягивание этого конфликта, которая, естественно, играет только на руку Российской Федерации в этом вопросе, она может быть якобы успешной. Поэтому все заявления о каких-то больших стратегических наступательных операциях, их нужно рассматривать через призму критики. Откровенно говоря, сейчас, на данный момент, российское войско не способно к проведению стратегических или даже стратегических операций или даже оперативно-стратегического масштаба. То, на что сейчас способны российские оккупационные войска в Украине, это проведение отдельных тактических действий. Иногда они могут быть взаимосвязаны по своим усилиям, времени и месту их проведения. И напоминать некое подобие операции оперативного масштаба. Но все же, исходя из тактики исполнения, из возможностей, которые есть у российских оккупантов, это все же тактические действия, которые не ведут в целом к какому-то изменению ситуации на театре военных действий. В свою очередь и генсек НАТО Йенс Столтенберг также высказался касательно возможного наступления Российской Федерации, повторного полномасштабного наступления. В свою очередь он сказал, что в НАТО не видит никаких признаков того, что глава Кремля Путин изменил свои цели в войне против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению. Также Столтенберг сказал, что Российская Федерация наращивает свой арсенал и благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея, в свою очередь он акцентировал внимание на важности не допустить того, чтобы Путин победил в войне, поскольку это будет трагедия не только для украинцев, но и опасность для всего цивилизованного мира. Услышим прямую речь Столтенберга прямо сейчас. Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тысяч человек, а возможно даже больше, что они активно наращивают вооружение и боеприпасы. Поэтому столь важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я приветствую поддержку со стороны союзников НАТО, партнеров и Республики Корея. И мы должны быть готовы. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. И в этой цитате Янса Столтенберга я вижу не только лишь очередное доказательство того, что и НАТО, и цивилизованный мир, международные партнеры Украины до победы Украины в этой войне, которую развязала Российская Федерация. Но и также мне здесь наблюдается такой сигнал Путину о том, что НАТО все видит, Европа все видит, Украина все видит, и все все знают, и все готовы к этому. Может ли это быть таким сигналом Путину задуматься, стоит ли наступать еще раз на территорию Украины, и стоит ли продолжать эту кровопролитную войну, в которой гибнут российские солдаты, простите на слове, но пачками, пушечным мясом? Ну, здесь нужно сказать, что Янс Столтенберг констатирует, что российское руководство не прислушалось к тем аргументам, которые приводят Украина и наши союзники. А основным аргументом является то, что любые какие-то переговоры с Российской Федерацией, они возможны только лишь при условии возвращения в русло установленного мирового порядка, то есть тех международных правил, которые общество до этого исповедовало. А прежде всего, это нерушимость границ. Поэтому одним из условий, которое было выставлено Российской Федерацией, это покинуть временно оккупированные территории, все без исключения, вернуть границы Украины к международно признанным. И тогда возможно, скажем, введение каких-либо переговоров уже на основе того, что Российская Федерация вернется в луно цивилизованных стран. И кроме того, это заявление Столтон как раз и свидетельствует о том, что все же уже практически не верят, что подобное возможно. И что с тем руководством в Кремле, которое сейчас есть, возможно, это ситуация, когда добровольно Российская Федерация вернется к этому. Но кроме того, это же заявление показывает, что Украина и партнеры, и в частности отношения НАТО, к тому, что поддержка Украины не ослабнет. И все понимают, что победа путинского режима в этой войне, она равносильно слому всех устоев международного порядка, всей системы международного права. И, конечно же, мы видим, что наши партнеры сейчас остаются едиными в вопросе поддержки Украины. И эта поддержка будет только нарастать на фоне того, если в Кремле не будут понимать тех основных условий, при которых можно возвращаться к обсуждению каких-либо вопросов. В свою очередь, многие эксперты, многие международные партнеры говорят о том, что война в Украине, которую развязала Российская Федерация, и украинская победа в этой войне, она решающая по многим аспектам. В свою очередь, это гарантия международной безопасности. Это, кстати, и многие также говорят решение вопроса временно оккупированных территорий не только Украины, но и Грузии, и также Молдовы. Я о Приднестровье. Это тоже очень интересная тема, которую также будем обсуждать в эфире телеканала Freedom. Вам, Валерий, говорим огромное спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Валерий Рябых, военный эксперт, был на прямой связи с нашей студией.